Мы рыхтуемся до даты 25-го соковика, бадай, больше знаковую падею было бы придумать тяжко. Великий дякуй Рады Свобода за то, что оно поспело выдать эту чудовную книжку «Дарога», написанную Ивонкой Сурвиллой, старшинем Рады Белорусской Народной Республики. Для меня особливый гонор, что, может быть, я один в этой зале, кто маю книжку за ее властным автографом. Официйно Ивонка Сурвилла была запрошена в Страсбург, и ее там презентовали как президента Белорусской Демократики. Я скажу, что хоть она и не толстая эта книжка, но она варта великого расповеду. По ее можно снять фильм, по ее можно вучить историю наших детей. Это самое важное. Свобода Николи не была просто рады, наша аудитория Николи не была просто слухачами, и первые супрацовники Свобода Николи не были просто журналистами. Когда бы было написать продмогу для этой книги, я знайшу слово для ее в самой первой передаче «Рады вызволения», якая вышла в эфир больше за просто год за тому. Послухайте, калиласка, гэтые «Радки», якие есть в продмове, якие в першиню прогучали в эфиры 20 травня 1954 года. Азимут сердца У Ивонки срувил ее, он николи не поменялся. Амаль пять годов тому мы на свободе почали цикл передачи сучасной мемуары. Всего у нас вышло, по-моему, больше за 20 циклов, и вот один из этих циклов мы попросили написать Ивонку Сурвилу. Так и народилась эта книга. И зараз, по-колькое авторки у нас нема, я попрошу вас снова открыть книги на первой сторонце и послухать Ивонку Сурвилу, читая початок своих вспоминок. Памятаю, как пришли его арестовывать, то хотели у меня с шеи сорвать мой золотый крыжик. И я кричала, как я его не дать. Мне было только три годы, але памятаю, мамины слезы. Про девять месяцев, коли пачалася война, тато не чаканно вернулся. В ясне турмы пачули крикки на улице, что большевики утекли, и лаваю выбили двери. Коли я почав читать книжку «Дорога», мене Амаля дразу наведала такое почутце, какое бывая, коли пьешь кубок такого свежего, соковицкого, такого бадзерливого, злегкухмельного берозовику. И потом это почутце снова и снова возникало над сторонками книги. Книга называется «Дорога». Гэта смазначная метафоричная слова, придатная напылна для любых мемуаров, але перед нами саправды дорога. Дорога жанчины, мастачки, политика.